Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Конечно, вы скорее всего просто пожаловались, просто описали свою ситуацию, и в общем-то не забрался, кроме такого, знаете, крика, почему у кого-то пак, а у меня пак, тут в принципе нет. И, честно говоря, в этой ситуации, ну, можно, наверное, вам, можно вам посочувствовать, можно сказать, что вот, ну, действительно, ваша история, она на самом деле, вызывает сочувствие, вот, хотя я так подозреваю, что вам, скорее всего, будет неприятно это слышать. Конечно, я думаю, что вот ваш текст, ваша история, это история про то, как вы в своем тексте, по сути, проявляете то, что всегда, обычно подавляется. То есть, вы много говорите о том, как вы хотите, чего вы хотите и так далее. Собственно, это и выступает, ну, триггером, да, как вы сами сказали. Ну, вопрос здесь, на мой взгляд, заключается в том, что реально вы делаете для того, чтобы вот то, чего вы хотите, да, то, что вам нужно, вот, вот, стало реальностью, потому что, ну, как-то вот, пока, да, получается, что хотите вы одного, выбираете себе человека, ну, скажем так, да, несколько другого и не совсем, не совсем этот человек соответствует вашим ожиданиям, не совсем этот человек соответствует тому, что вы хотите. И, на мой взгляд, это противоречие, которым вы постоянно, по сути, находитесь, что, с одной стороны, у вас есть определенное представление о том, как вы хотите, а с другой стороны, с другой стороны, вы как будто бы себе это запрещаете. Вот. И, в общем и целом, мечетесь между этими двумя болянностями, вот, которые, в общем и целом, на мой взгляд, и образуют то самое противоречие, которое выливается в боль такую, которую вы ощущаете, к моему большому, к моему большому сожалению, вот, и, соответственно, не очень вероятно понимаете, что вам, значит, теперь делать, ну, в том числе, со своими чувствами и так далее. Вот. В первую очередь, я думаю, что вам крайне важно научиться по-другому обращаться со своими желаниями и со своими чувствами, потому что, вот, то, что вы испытываете зависть к, ну, вот, к бывшей девочке вашего мужа, вот. То, что вы испытываете зависть, на мой взгляд, абсолютно, ну, вот, в вашем случае, абсолютно нормально. Абсолютно, мне кажется, это нормально, потому что, потому что вы ведь, получается, ну, вы ведь, получается, неудовлетворенный. А вы ведь, получается, все время, как бы, ну, знаете, в таком напряжении находитесь, все время находитесь в противоречии. Вот. Обратите, пожалуйста, свое внимание на то, что вы не говорите почти ничего о том, как вы выбрали своего мужа, да, как вы с ним в отношениях оказались. Вот. Совершенно, на мой взгляд, очевидно, что вы рассчитывали на то, что ваш муж с вами вырастет, с вами будет как-то, ну, больше, может быть, зарабатывать, да, больше вас обеспечивать и так далее. Вот. Но в итоге, как это довольно часто бывало, вместо того, чтобы человек сам стал это делать, вместо этого, это стали делать вы. Вот. То есть вы взяли на себя те функции, которые вы хотели бы видеть у своего мужа. Как вы обращаетесь со своими желаниями. Вот. Мне бы очень-очень хотелось, чтобы вы вообще, ну, поразмыслили немножечко над тем, вот, что за чувства, да, вы, условно говоря, испытываете к своему мужу. То есть какие это чувства? Это, ну, не знаю, это любовь, это привязанность, это что-то еще. Конечно, у меня есть стойкое ощущение, что мы не знаем всей картины. То есть у меня есть очень стойкое ощущение, что вы познакомили нас, лишь, как бы, с частью ситуации, вы не познакомили нас с всей ситуацией, вы не познакомили нас с некоторыми деталями. Такое ощущение, что все это, я имею ввиду, вся эта ситуация в целом, зрела, как будто бы уже давно. То есть вы давно чувствовали какую-то вот неудовлетворенность, если угодно. И сейчас эта ситуация, она как будто бы стала последней каплей для вас. Я думаю, что, ну, относиться, на мой взгляд, относиться к этому, к тому, что происходит, да, нужно именно так. То есть именно вот в таком ключе. Вот. Что же хочется вам сказать? Ну, к сожалению, я боюсь, что вам, может, несколько не понравится то, что я скажу. А хочу я сказать, что, несмотря на то, что вы совершенно очевидно позиционируете себя, как человека очень ответственного, несмотря на то, что вы позиционируете себя, как человека, который, ну, что называется, довольно четко идет к своим целям, да, довольно четко стремится к тому, с чего он хочет и так далее. Я боюсь все же, что в отношении своих желаний и в отношении своих чувств, в отношении своих личных границ, вы, к сожалению, на мой взгляд, человек достаточно безответственный. Вот. То есть вы безответственны, в первую очередь, по отношению к себе само. И вот этот момент нужно корректировать. Это то, что может, на мой взгляд, на мой взгляд, сделать для вас психолог. Это то, что может сделать для вас психолог. Помочь вам принять себя, полностью принять ту вашу часть, которая сейчас находится, ну, ни много, ни мало, на мой взгляд. Эта часть находится находится в оппозиции по отношению к вашей основной части и, соответственно, находится в постоянной борьбе, что мешает вам быть на том месте, значит, на котором вы хотели бы быть. Вот. Это, на мой взгляд, вот такой момент. Такой момент достаточно серьезный и достаточно важный. Вы говорите о том, что вот я нахожусь, значит, ну, я нахожусь не там, где я хочу и так далее. Вот. Попробуйте ответить себе на вопрос. А что вам мешает находиться там, где вы, в общем и целом, хотите? Что мешает? Мешает ли вам, ну, например, ваш муж, который, может быть, ну, как-то вот не делает, да, того, что, допустим, ну, того, что вы хотели бы, ну, к примеру. Вот. Или, может быть, не позволяет вам добиться этого, какие-то ваши решения и так далее. Вот. Попробуйте, пожалуйста, на этот вопрос себе ответить. То есть, что выступает препятствием, что выступает препятствием для того, чтобы вы получили то, что вы хотели бы быть. Ведь кажется, что все основания, все условия, кажется, что все необходимое для этого есть. Но в итоге вы все равно не удовлетворены. Следующий важный момент заключается, по моему мнению, в том, что ваша ценность зависит от денег. И, на мой взгляд, это очень серьезная, очень большая проблема. Вот. То есть, ваша ценность измеряется, по сути дела, некими такими вот материальными эквивалентами. И, таким образом, мы имеем здесь, получается, дело с тем, что вы не принимаете себя, безусловно. Да, вы успешны. Да, вы пишите о том, что у вас хорошая, яркая внешность. Но, то, что вы успешны, и то, что у вас хорошая, яркая внешность, как будто бы не делает вашу жизнь, ну, скажем так, проще. Напротив, это делает вашу жизнь более сложной, еще более сложной. Потому что, как будто бы все время это нужно доказывать. Нужно все время подтверждать свою ценность таким образом. То есть, вы постоянно, опять же, находитесь в борьбе. Вы постоянно боретесь, ну, вот, как так сказать, да, вы постоянно боретесь, как бы, ну, сами с собой. Я думаю, что вторым пунктом, когда вы научитесь несколько лучше обращаться со своими чувствами, желаниями, да, может быть, вы будете более, более, как-то, ну, более активно, если угодно, брать ответственность, вот, за то, что вы хотите. Вот, вторым, вторым пунктом, вторым шагом, на мой взгляд, было бы, как раз таки, вот, работа по, я бы сказал, личностному росту. Вот, значит, направленному на то, чтобы ваша ценность не зависела от, ну, от денег, не от тех, которые зарабатываете вы, не от тех, которые зарабатывает кто-либо другой. Вот, потому что это было бы, ну, там, на мой взгляд, да, вот, по отношению, ну, по отношению к вам. Вот, это максимально, максимально, действительно, унизительно. И то, то чувство, то чувство унижения, которое у вас есть, на мой взгляд, это чувство действительно, что называется, как это сказать, справедливо. Это чувство справедливо, это чувство справедливо, потому что вы действительно унижаетесь, но вы действительно, но вы унижаетесь потому, что вы, вы сводите сами, сводите свою ценность к какому-то, вот, скажем так, ну, допустим, допустим, денежному эквиваленту. И это то, что вас унижает. И это то, что можно и нужно корректировать. Мне не показало ощущение, когда я читал, ну, читал ваш текст, что вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Ну, вот, в своем сообщении, да, в своем тексте, мне не показало ощущение, что вы пытаетесь доказать кому-то что-то. И я думаю, что очень много ваших сил тратится на то, чтобы кому-то что-то доказать. Вот тут тоже нужно постараться, скажем так, немножечко поисследовать, вот. Потому что, ну, видите ли, если вы пытаетесь кому-то что-то доказать, если вы кому-то что-то доказываете, вот, то необходимо понимать, что вы не свободны. Вот в том, что вы делаете, в том, как вы действуете, вы не свободны. И я думаю, что, опять же, хорошая задача психолога могла бы заключаться в том, чтобы помочь вам научиться хотя бы различать эти две вещи. То есть, когда вы делаете что-то для того, чтобы что-то доказать, что-то доказывать, и другое дело, когда вы делаете что-то, потому что вы действительно этого хотите. Я думаю, я думаю, что вы были бы, ну, гораздо, что-ли, свободнее, если бы не доказывали что-то. Если бы подвергли какому-то сомнению, критике, те постулаты, которые сейчас стоят во главе угла, и которые, по сути, как мне кажется, вами рулят, вами управляют. Я думаю, что вам можно в этом помочь, я думаю, что можно помочь разрешить вам, вот, вашу такую проблематику. Все эти проблематику можно помочь вам решить. Также, я думаю, что необходимо приобрести навык по более тщательному, если хотите, если угодно. Навыке по более тщательному, значит, вниманию к своему внутреннему ребенку. Дело в том, что сейчас, своего внутреннего ребенка, свои, собственно говоря, желания, да, вот, вы, на мой взгляд, так скажем, игнорируете. Да, и, по сути, вы мечетесь между родителем, да, который, ну, который, вот, себя активно заставляет делать то, что нужно, активно заставляет себя, значит, действовать так, как надо и прочее. И, в общем и целом, ребенком, который, в общем-то, хочет довольно таких простых и понятных вещей, вот, которые вам из-за этого, из-за этого сейчас кажутся, ну, практически, ну, практически невыполнимыми. Именно из-за того, что вы, как-то, вот, на это, ну, как мне видится, не обращаете должного внимания. Вот. То есть, то есть, обращаетесь к этому вы только, вот, в какие-то, ну, в какие-то, ну, критические ситуации, да, в какие-то критические моменты. Когда, в принципе, ну, можно было бы обратиться к этому раньше, можно было бы обращаться к этому постоянно, да, вот, если вам этого хочется. А, в итоге, получается, что, ну, вот, ничего такого, и нет, нет, и это, конечно, вам, в общем-то, на мой взгляд, довольно-таки тяжело дается. Вот, такие направления, в целом, я здесь вижу. Что касается отсутствия уважения к мужу, то понятно, что нарастающая внутренняя противоречия и нарастающая определенная внутренняя болезненность лишают возможности чувствовать какие-то чувства, кроме потребностных, к человеку. Появляются разочарования, отношения, желание быть от него подальше и так далее. Это нормально. Я не думаю, что ситуация с вашим мужем является патальной. Я думаю, что при желании можно эту ситуацию, я имею ввиду, подкорректировать. Вот, я думаю, что при желании можно отношения гармонизировать. Вот, ну, конечно, спустя время, то есть, не сразу, и делать это лучше всего, ну, постепенно. Вот, это, на мой взгляд, такой же совершенно очевиднейший факт. Вот, вот, как-то так. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok